Ребята, берёте руку пострадавшего и расписку, что он сам кололит. Тогда да. А чего кололи? Ты не сказал? Тоже, опять же, смотрите, есть такая штука. По российским законам это, кажется, к список. Разумеется, есть рецепт, поэтому если у вас есть рецепт, то у вас есть аптечка. А где взять рецепт? В Индии. Они, кстати, продают. В Индии продаются зелёные таблетки. В Индии продаются, да. А если ты привезёшь? Ну да, вот у меня список, в частности, обезболивающих травмалкопланты. Таблетки лучше или нет? Таблетки, они действуют, на самом деле. Медики может поправить, кто знает. Кажется, у них одинаковое действие. Просто ты у кого, ему через 10 секунд хорошо, а так пока таблеточка рассосётся. Полчасика, да. Ну да. Вот, горная болезнь. Разовая упаковка, прямо насыпанная в пакетик. Вот, гибазон, дексинитазон, диакара, панамгин и обезболивающие травмалкопланты. Прямо в пакетик с этими таблетками. Летишь, тебя начало накрывать. Чувствуешь что-то. Зрение сужается. Выпил его, как бы, скушивал его и тебя отпустил. Но не снимает горную болезнь. Это просто симптомы там чуть-чуть примите. Поэтому, если ты останешься на этой высоте, потом она накроет. Дальше. Отравление. Ну, это стандартная штука. Фильтром. Хлопедиум и эмодиум. Морганцовка. Офтолазол – это уже антибиотик. Рептоцид – это обеззараживать раны в основном. Фуроцерин – тоже обеззараживать. Фуроцерин шикучий очень хорошо. Кинут в стакан и потом наливают. Либо внутрь, ну, горло прополоскать, либо на рану. Фуроцерин? Фуроцерин. Фуроцерин. Он же обеззараживающий. Шикучий он? А есть шикучий, да. Не растворяется. Просто кидаешь, как аспирин. В целом момент тоже антибиотик. Это отравление. В частности, если обманул слухов в водичке, удовольствие на 4 дня. Потому что у них уже организм привычный. Андрей все там обеззараживал. Да, я там все обеззараживаю. Я определяю либо на капли, либо на концовку. Но один раз, когда я ждал Андрея, я просто взял, типа, ребята, дайте попить. Они меня дают попить. И все. Обезболивающие. Травмаут, китопрофен. Любой, на самом деле, травмаут сильная штука. Рецепт у всех есть. Кто летает, тот звоните. Да. Стандартный набор китопрофен – это обезболивающее. Ножка – спазмолитик. Пенталгин – от головной боли. Пенталгин – это тоже самое. Пенталгин – от головной боли. Все остальное – это уже излучение. Антигистаминная, стандартная аптечка. Пенталгин – это простуды, 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 фрацелин, рана, царапин. Какая-либо мазь хорошо обеззараживающая, вот, например, Аклана, либо какие-то специализированные, которые раны заживающие, обеззараживающие. И сейчас клей БФ отлично заклеивает раны, потому что из-за того, что грязно, через какое-то время пальцы трескаются, ногти резко лиц, больно там раны. Винт стерильный, пять-шесть штук готовят. Опять же, кто летающий знает, что есть аптечка, которая должна быть вкопить. Винт, БФ, Эплан. Перевязочный пакет он довольно большой, поэтому с собой не удобно пускать. Роликовый пластырь. Пластырь мозольный, когда входишь. Крем от загара, помада от солнца. Кто летает с открытой физиономией, у тех будет все становится через какое-то время такой бережной. Лучше кремом мазать, потому что яснется. Глазные камни вот там, я чуть-чуть ему намазал, непонятно чем. А какие-то были там сульфоциты, что ли, чего-то. Ну, вроде живого, вроде, почти. Костринцацит. Есть такой пластырь, бронавит бронёвый. Он хорошо заживляет раны. Но это уже к пластырь им относится. Достаточно просто какой-то пластырь, который обезоружен, чтобы раны запеет. Гемостатическая губка и гранулы. Губка хорошо открытая кровотечение, мы собираем гемостатическое. Именно хорошее сильное кровотечение. Не артериальное. И гранула – это, скорее, колотая рана. К нему же относится и компон, женский, как обычно. Потому что, если колотая рана, ну что, в проконизме редко встречается. Он просто засовывается. Он просто стерильный. Ну, это как раз полувоенная медицина. Колотая, стреляная рана. А есть же губка, которая потом, ну, она впитывает в себя, да? Вот, гемостатическая губка. Она кровоостановая. А просто губка хорошо открытая рана, которая резаная. А гранулы хорошо засыпают в саму рану. Просто, если глубокая рана, губку туда не очень удобно засыпают. Гранулы проще. Так, отдельно противошоковый набор, который копите в основной аптечнике. Это уколы. Кардиамин. Глицаметазон. Глинизолон. Трамол. Кетанов. Вышприцы. Это все препараты, которыми надо уметь пользоваться. Это учат на курсах. То есть, надо знать, в какой момент какой колоть. Когда можно, когда нет. Когда черепно-мозговая травма. Когда внутренние кровотечения. Это, я думаю, нужно специально, чтобы сексуалисту проводить. Поэтому это просто список для ознакомления. Ну, дополнительно. Одеяло, свисток. Не, на самом деле, когда вы лежите переломанным, долго кричать вы не сможете. Берешь свисток, отлично слышишь. Одеваешь, берешь. Не, ну правда, этот свисток должен висеть буквально на карабине, когда ты летаешь с коллективом каким-то. Потому что затягивает в облах, а лучше посвистеть. Опять же, ты упал, лежишь, ты не будешь ковыряться где-то. Там он лежит. Ты его достаешь сразу. Потому что, если ты не можешь двигаться, а ты лежишь за камешком, ты можешь подойти вплотную. Рацию не услышишь, потому что их изобили не будет. И кричать тоже, ты охрипнешь очень быстро. Свисток. Периодически свистеть. Зажигалка, охотничьи спички, чтобы они мокрые, загорались. Ракетница, файр. Ну, ракетница, лучше файр даже. Потому что вертолету надо показать место. Вот сейчас Андрей упал. Буквально ему надо было 15 метров в сторону взять. И там большая ровная площадка. Без корней, без ничего. Так как он его затупил, это вот именно так называемый тупняк. Не знаю, как это называется. Это шок. Это не шок. Это когда усталость и обезбоживание, и гипоксия, наверное, в месте. Ты плохо соображаешь. Чуть пьяный. Ну, ощущение, что ты пьяный. Ты не координируешь. Тебе кофе. Ну, все. То есть ты летишь, ты видишь, что сейчас будет плохо. Но тебе настолько все равно. Ну, сейчас. Сейчас. То есть ты себя тонизируешь. Сейчас надо собраться. Ну, хоть что-то делать. Вот. Вот у него именно этот случай. Он вместо того, чтобы чуть-чуть взять влево или вправо, он просто там как садился, так и вертикально сел. Дальше это, а там дыло где-то в районе 11-12 метров. Сдернуло. Вот. И дальше было место для автолета. 50. Рулон туалетной бумаги. Отлично там в кадре. Видно. Видно вот так вот. И вот сказал, что отлично. Вот. Но если бы не было этого, если бы площадка была плохая, изрезанная, где плохо видно, тогда бы лучше файр. Потому что, во-первых, ветер. Во-вторых, саму точку, где он ценится. Лучше файр. Беруша, но и слой. Сосед кричит. Монарик. Это тоже то, что вот как монарик совсем пропитит. Ну и курсы первой помощи. Как они называются там? Никон? Р-А-Й-К-О-Н-Т-Р-И-К-О-Н-Т-Р-И-К-О-Н-Т-Р-И-К-О-Н-Т-Р-И-К-О-Н. Так, это медицина. По разработке маршрута. Какие-то есть вопросы? Может быть. Нормальство ревостей. Так, подготовку маршрута. Сначала надо решить, куда лететь. На юге. На юге, да. Потом решить, как лететь. Это вот как раз про точки выхода. Что хорошо бы, чтобы это были какие-то места, откуда можно выбраться. Потому что в случае ЧП или когда уже Ленину надоело, лучше выходить за цель. Да. Ну, есть небольшой слайд шелок, так, точки маршрута. Вот. Ну, в частности, вот берешь регион какой ты смотришь, куда пролететь. Выбор как был. Короче. Китай. Приятного. Потом начинаешь смотреть. Это как раз работа 17-го года. То есть душанга есть. Это, когда еще только на озере. Две точки. Начинаешь потом смотреть, как же лучше его пролететь. Вот там есть вот дорога идет. Внизу дорога хребты. Вот. И смотришь, как лучше сюда. Как лучше пролететь. То есть вот здесь широкая долина. Надо как-то перемахнуть ее. Выбираешь точку перехода. А это вы выбираете по вот такой карте? Да. Тут, в частности, здесь видно хорошо рельеф. То есть видно основные хребты. Вот как они идут. Соответственно, по хребтам проще лететь. И проще лететь с юга на север. И с востока на запад. Почему? С запада на восток и с юга на север. С запада на восток. Потому что старт утренний, ты попадаешь, все равно стартуешь поздно. Потоки уже есть. Потом солнце начинает доворачивать на западные склоны. И ты в конце дня идешь по сильной погоде и сразу в поток. То же самое, когда летишь с юга на север. Ты всегда приходишь на южную сторону. Проще лететь. Не в тень ты приходишь. Поэтому стараешься лететь по хребтам. Может быть, даже это не ровный маршрут. Но с учетом аэрологии. А вы, получается, полетели с севера на юго-госток? Да. Там потерялись 15 километров. Мы полетели так, что... Дело в том, что я немножко дольше летел. Видно, это участвует. Здесь все хорошо было. По югу жили. По стенке. Стеночка работала отлично. Дошли до озера и пошли на север. И тут, как бы, прямо тут. Погода кончут. То есть, ты вот крутишь, сопли и все. Ты висишь на одном месте. А вот где было много-много озер на кадре? Это вот здесь вот этот район. Вот этот был высокогорный. Очень красивый. Там очень красивые озера. Но было жестко. Это когда они не длинные, а вот и много нет. Да, да, да. Вот это очень хорошее место. Но тут общий... Ну, как бы, северное полушарие, западный ветер, составляющий северо-запад. Врядом довольно сильные. Потоки там очень прогулентные. Но вот... Крыло здесь. Притом, крыло вот эта дешка, она мне очень нравится в плане управления. Иногда я не успевал. Вот. Это прокладка маршрута. То есть, дальше вот смотришь, как идет хребет. Ну, тут вариантов немного. Когда идешь вот сюда, ты идешь по любому. Таким зигзагом. Потому что прямой через эти болиды не может лететь. А почему по прямой не полетели, а полетели на юго острова? Потому что интереснее. Вот этот район... Ну, как он облетен? Это Нибир где-то. Но тут летало 3-4 человека. А вот в этом именно... Только глуби никого не было, да? Летали... Летали вот только вот этой дороге, вот здесь вот участок. Я летал... Сейчас покажу. Вот я летал в семнадцатом году вот так, вот прямом. А вот этот вот район вот этот вот... Не облетен. Он не облетен. То есть, летали вот здесь, летали вот здесь. Таджикский треугольник. Да. Вот здесь вот не было. Здесь он не летал. И вот эти города. То есть, летали по дорогам только. То есть, народ приходил, пролетал в маршруте, садился и уезжал. То есть, так, чтобы кто-то летал здесь, летали только... Немец летал вот в пятнадцатый, кажется, год или шестнадцатый. Когда он летел из Душанбе до Исапкуля. Он летел именно мимо Дейка Ленина, вот при прямом там, потому что... Да, там проще. Он рисует вот так вот, места полета. Синий – это трепет. И цельничка. Это красная. Красная – это гора. Вот это вот места, где много летают. Поэтому заходишь на него и просто смотришь. Вот, в частности, это у нас Бирь. Кто знает, это вот просто красная – это настолько там все удобно, что там вот до дырки такие. Вот. Это лень. Кстати, вот разговаривали. Вот. Вот единственный трек. Вот он идет. И мой трек. Вот он. Старинки. Все больше никого. Круто. Он был треком словно написать. Я вот иногда думаю, но дело в том, что они не сразу. То есть, например, некоторые треки там год или два, а потом он вдруг появляется. Вот это Пакистан. Северный Пакистан тоже как раз. Пакистан – да. Вот. Вот тут более-менее все облетаное. А вот сюда вот К-2. К-2 вот здесь вот попадется. Парочка треков. Позернее там Индия получается, да? Да. Дальше Индия. Если бы в ней это, как бы мягче называют, границы, то можно спокойно прилететь в Непал. Это комплекс гор тот же. Погода та же. Пусть там тоже. А, это как раз тоже Северный Пакистан. Граница К-2. Вот. Вот К-2. Вот. Тут нету ни одного трека. Но тут летали, полежали несколько раз. Ну, плюс и Джерар полетел один раз вот. Пятнадцатый. 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 Как раз через месяц после меня. То есть я прилетел к К-2, а он через месяц уже смог там подождать погоду и прилететь там полетать и улететь. Но тоже смотрятся треки, вот открывается карта и видно, где кто-либо. То есть уже понятно, что вот здесь хорошая погода. Значит, что здесь? Нужно прилететь и посмотреть. То же самое, как вот район. Это по мере. Та же карта и видно где там. То есть слишком мелко, поэтому не видно. Там есть несколько треков. Ну вот, по честности. Это из Куль? Нет, это Каракул озеро. Вот здесь вот Пекленина находится. Которое в треугольнике, да? Вот здесь Пекленина находится. Это Каракул, конец Изи, центральная помирка. Вот здесь вот летали по северным помиркам. Альпинисты там не видят? Мало. Говорят, мало. Альпинисты. То есть они входят в их революции. У Кленина вот эти места. А дальше входят туристы Крешилы. Ну, не слишком низко. Интересно. Ты едешь на 67 тысяч. Так. Планета Земля. Наше всё. Все маршруты строятся там. Рисуются там точки. И потом по ним просто смотрите картины. Ставятся точки. Опорная точка. Тейкофф Лейдель. Вода. Если она есть. Перепад высоты. Хотя бы километра, чтобы был. Южный склон. Желательно. Хорошо, что он юго-восточный, когда будет очень хорошо. И вот так весь маршрут. Просто опорная точка, где можно сесть. С Мышаком как раз была проблема. Ну, я в Киргизии не очень хорошо смотрел. Поэтому ближайшая точка посадки была там что-то в 30 км. И пока мы вот эту вторую половину дне жевали, жесткую, сесть было не было. Просто у нас не было отмеченных точек, где точно есть. А под нами там очень плохие города были. Вот. Это Амир. Озеро Тейкофф Лейдель. Вот так смотришь в планету Землю и отмечаешь все почечки. Это озеро, да, было? Да, это было озеро. Ну, которое гарантированно. Потому что Кашмир. Отвечается тем, что он очень сухой. Снег начинается с 5,5-6 пизд. Воды там нет. Ну, то есть совсем плох. Памир в этом плане лучше. У вас западный Памир и все, что западнее, вообще с ним много. Там с водой проблем нет. У нас всегда был снег. Ну, то есть мы садились к снежнику, его видно было. Если уходить в восточнее, где восточный Памир, он выше и сухше, там можно оказаться, что у вас нет воды. Поэтому там два дня без воды и все. Вот. А вы вот где-то камушки копали. Это на вершине? Это 5 тысяч метров. Это на дозе Ренцарес. Мы сначала решили, что не будем снег топить. Потому что топить снег – это в 4 раза больше уходит газа на тот же объем воды. Поэтому лучше нагревать воду, чем топить снег. Но, к сожалению, она хреново отстаивалась. Поэтому все-таки топили снег. Но все-таки не глубоко вода там была, да? Это тот же снежник. В этом году на Памире очень много снега. Где в прошлом году не было воды вообще, сейчас снег лежит. Прямо такой слой. Вот мы садились, все завалено снегом, воды вот так вот. Проблем не было никаких. Кайфово. Газ, то есть в каком расчёте? Газ мы взяли два баллона по 250. До конца мы их не расходовали. Я не могу сказать, насколько их хватает. Это мы тестировали. А сколько раз я езжу? А мылись сколько вы раз? И на какой высоте? А? Сколько раз вы мылись и на какой высоте? Дважды. Первый раз на иском депутателе, в Памире. Второй раз в пустыхуках, когда у нас в тестировке были. Очень хорошие пустыхи, хорошее оказалось место. На самом деле это Андрюха не долетел. Я пролетел в период 20 километров. Потом Андрюха, ты где? А я сел. Провернулся обратно 20 километров. Правильно сделал. Потому что там бит он с мясом. Ручей чистый. Шоколад. Пик революции, Памир. Вот они точечки. Примерно хотя бы понимать какие-то, где можно сесть. Потому что дальше, к высоким горам, они начинают эскальные. И есть места, где сесть нельзя. Ну, ленток внизу. Поэтому хотя бы, чтобы ты знал, что что-то рядом где-то есть теоретически можно сесть. Иначе сложно идти. Внизу по шапке 10 километров? Ну, вот. Вот эти все долины, на самом деле, у них оказался не такой сильный ветер. Я там садился в два раза. То есть, ты пытаешься сесть на склон, тебя выдергивают. Ну, где-то за 10-12 минут порывами. А вниз нормально. Ну, а дело в том, что потом подниматься в километрах тяжело. Ну, Андрей там лось, он здоровый, уходливый, садился, он может по обмену, и он едет. 30 килограмм тащить еще туда. Не нахер. Ну, тут грязно есть. Шоколад. Может он специально садился? Он еще бодренненький такой. Я сейчас как пойду, я говорю, Андрюха, 10 килограмм вы не видите возможности снижать? Андрей говорит, что у него 27-25 было, но мне кажется 7. Ну, понятно, но он гречку-то не тащил. Немноговато. У него там пустые баклажки. Зависит от того, сколько автономок. Если автономка 3 дня, можно вообще ничего не было. С минус сразу килограмм 5 точно. Килограмм сублиматов, газ, какие-то котелки. Ну, можно снизить вес. А если убрать аптечку, еду? Палатку. Газ. А если брать, да, про планку? Нет, он как-то всегда билет, облетал, там вообще с палаткой без ничего. Пальчик возьмет с собой, коврит, и все. И кто-то там слетал из немцев, там у него сеточка с яйцами несет. И все. Ну, значит, это не идеальная посадка. А холодно, кстати, на такое вот. По-разному. Позаврочном году было где-то минус 15 на 7 тысяч. Ну, в этом году жарко. Было отчеты минус 7. То есть мы на ночевке минус 7 был совсем не большой. В парапане спите или в помешке? Нет. Парапана – это аварийная штука, поэтому ты берешь свой спальник, коврик, палатку. Если совсем холодно, просто с парапану сверхнакрываешься и, в принципе, до минус 20 комфортно. Вот в том же ле, сколько раз вспоминали, там перевал их минус 23-25. Поэтому ночевать там было хорошо. Это был октябрь. А индусские водители грузовиков, кто ездил в Индии, знает, какой сарай с щиями. И они едут в шортиках, в маячке их шлепнуться. Минус 23. Ну, а что, они перевал проехали и не спустились? Я с ними ехал. Я к ним примерно в 5 вечера сел, и все на грани меня высыпали. Это два перевала выше технического. Это был из Монали в Ленге? Это я сел по дороге из Монали, примерно в середину пути до лет. И я там, участок гор, там сильный ветер, я решил проехать. Я им отдал ботинки, перчатки, теплую одежду. И они периодически останавливались, зажгали примус и пятки планы. Я говорю, давно тут есть? Ой, ну тут уже знаешь, какой раз едем. А теплые вещи не пробовали? Да. Тепло было. В этом году вообще тепло. Воды вот так залезли. Ну, курорт. А в Лене наоборот. Вот я говорила, два пути плюс шесть. Так. Соответственно, вот это перевал Талдык. Прямо вот юг Киргизии, откуда мы улетали по средней мере. Дорога, соответственно, все старты смотрятся. Если там есть дорожный перевал, все, только туда. Никаких пешков, ничего. Пешков не стоишь. Опять же, я тоже. Планета Земля с картинками. Ты смотришь погоду. У них идти часто фотографии. Иногда даже тайны. Сроки, погода, какие облака, дожди, не дожди. Посадки, все видно, где какой склон. Где сцепной, где нет, где скальни. Отмечаешь точки, смотришь проплешины. Инди. Вот. И рисуешь так называемую криптовку. Но сейчас, может быть, это не так актуально, потому что появилось много онлайн-карт. Ой, не онлайн, которые на телефоне. Когда не было, не были разводы коммуникаторы, GPS имело смысл задавать так называемую криптовку. Криптовку. А пенист, наверное, знаю, что это такое. Это когда по ребрам горб проводится такая линия, и ты ее видишь не как какие-то вот такие вот ревьеры, а как просто полосочки. Ты видишь, куда, какая полосочка уходит, значит, эта ребра уходит туда. И видишь замкнутую, например, цирку. Потому что, когда ты опускаешься ниже вершин, ты видишь ни черта. У тебя вот эти вот, как вы увидели, вот эти горы, 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 горы. Куда, чему лети, дофиг его знает. По пачке беломора, примерно туда. Ну, это буквально, на самом деле так и есть. Ты летишь, ты не понимаешь, где ты летишь. Ты только по GPS или по карте. А так, туда горы, там, 100 километров, туда 100 километров, там, 200-300. Иногда летишь, вот, было в Пакистане. Какие-то горы расходятся. Ой, какая красивая долина. Лишь, какой я туда? Ниже вот туда. Там такая темная дыра, закрытая крышка сверху облаковки. Вот, поэтому ориентация теряется тут же. Вот, рисуются такие хриптовки, они заливаются в Garmin с помощью конвертера. И в любом GPS, даже самом фиговом, ты видишь. Но сейчас это не так актуально. Сейчас можно на телефон поставить телефон с картой, и этого достаточно. На телефонный блок как-то есть? На телефон. У меня есть панелька. Ну, вот то, что мы видим. Плюс паэрбанк, который позволяет держать сквозной заряд. То есть, когда он и отдает, и заряжается одновременно. Это все прямо в полете? Да. А панелька какой эффект? Это китаец. Сейчас название есть в презентации. Сейчас покажу. А это что? Это советские военные карты. Можно их тоже скачать. Есть приложение для телефона, советские военные карты, как называется. Оно подкачивает кэш в виде бумажных карт, и на них смотреть. Интересные, но не актуальные. Обычно они имеют задержку на 20-30 лет. Ну да, в Советском Союзе нет. Вот, приложение, которое я использую. OfflineMap. В SMM. LocusMap.